еще стоит изучить я буду кататься впредь буду выкладывать видео и говорить о том что я думаю по этому поводу какова польза роликов какой эффект они оказывают на меня но то что они оказывают анаболический эффект это уже очевидно очень мощный сосудорасширяющий сосудоочищающий кардиостимулирующий эффект вот поэтому почему я это говорю потому что многим кажется что я должен стать большим я должен стать накаченным у меня должны быть руки как у базукивы ничего этого не должно быть патриумер тача это возникает из-за недостаточно информации о фитнесе и вообще о спортивном занятиях и видах спорта не все должны быть качками должны быть люди функционально развитый аэробно и практика показывает это намного намного более здорово и полезно потому что здесь все протекает абсолютно иначе вот несколько слов нужно сказать что после 35 наш тестостерон конечно же снижается как ни крути гормоны работать несколько иначе я не профессионал в этом деле я не имею специального образования но об этом пишут медики и литература что после 30 гормонально человек становится более сбалансированным нет уже тех всплесков тестостерона не этих высоких уровней тестостерона и конечно же стоят вопросы откуда его брать потому что с ресторан отвечает за очень много интересных процессов вот поэтому мы развиваем органы таза сосуды для того чтобы улучшить транспорт гормонов к нужным органам а именно я смею предполагать что ролики очень круто влияет на потенцию и усиливает ее несомненно многократно потому что идет кровоприлив туда если там есть какие-то хронические процессы в органах таза в органах нижних конечностей то ролики могут у здорового человека решит конечно человеке в норме существенно поправить ситуацию то есть улучшить вашу потенцию гормональный фон и так далее вот если речь идет о потенции ролики могут помочь ее улучшить потому что состояние опорно-двигательного аппарата я по внутренних органов таза улучшится за счет очень правильного кровоприлива за счет правильной аэродной нагрузки поехали аккуратненько насколько ты помнишь двигайся вот в этом направлении поехали да что то есть что то есть вообще заметил что по всей италии за счет того что наступила осень пошел какой-то запах ну да в общем становились мы на потенции ваша потенция будет вот как вот это башня колокольная мы едем по ночному городу едем домой сегодня покатались на ура всем советую как всегда настоятельно настоятельно советую заниматься спортом любить ролики сейчас я двигаюсь в горочку приходится сгибать ноги и отталкиваться и это очень хорошо воздействует на квадрит и не только очень работает мышцы пресса круто нагрузка получается очень физиологичная очень натуральная нет просто сгибание под кем-то углом или тяги каких-то предметов идет очень моделирующая хорошая нагрузка на мышцы пресса а пресс как мы знаем он связан с очень многими другими группами мышц и конечно же здоровый пресс это как ни крути это здоровый позвоночник обязательно потому что если вы качаете пресс с целью оздоровить позвоночник как вам определить какую нагрузку на себя поставить до возложить то есть это может быть нагрузка нагрузка 20 килограмм 30 работа со своим весом там или еще что это крайне сложно крайне сложно если вы катаете на роликах то ваш пресс осуществляет функцию баланса а баланс это как раз то что нужно организму слева направо небольшие плавные движения которые очень физиологичны мало того они проходят в контексте вашего опорно-двигательного аппарата и в контексте запросов опорно-двигательной системы что не приводит абсолютно никаким эксцессом и передозировка нагрузки а также к возможным углам вектором действия сил возникающих при сгибании организма например если вы держите в руках вес это может как помогать вам так и наносить вред потому что даже иногда тренера не всегда хорошо четко чувствовать своего клиента я бы сказал не то чтобы не всегда а никогда не чувствует своего клиента а вот ваше тело ваше тело ваш организм чувствует все что он должен чувствовать со стопроцентной отдачей но говорят что даже наша нервная система не приносит нам в мозг полной информации о нашем самочувствии пример примерно такой если вы находитесь под нагрузкой в течение часа и вас могут спросить как вы себя чувствуете вы можете сказать что я устал умеренно но если проверить ваше сердце то 99 процентных случаях когда вы будете чувствовать что вы устали умеренно на самом деле вы уже сильно устали когда вы чувствуете что вы устали легко ваше сердце Датчики покажут, что вы устали умеренно Когда вы устали умеренно, ваши датчики покажут, что вы устали сильно Хотя психологически этой усталости вы чувствовать еще не будете Почему я это говорю? Потому что я сказал, что наш организм очень хорошо чувствует Но сознание не всегда получает эту информацию, ум Через нервную систему достаточно точно Еще один пример этого может быть таким, что Предположим, вы захотели пить, почувствовали жажду Так вот, научно доказано, что чувство жажды Если вы его почувствовали, оно приходит с опозданием в час или в полчаса То есть, грубо говоря, если вы почувствовали чувство жажды То вы должны были поесть, попить как минимум полчаса назад Это говорит о том, что вы опоздали с наполнением организма жидкостью на 30 минут А это значит, что нервная система вас де-факто ввела в заблуждение Хоть вы и почувствовали чувство жажды, но выпить должны были намного-намного раньше И также существуют еще уровни жажды Сильно хочу пить, умеренно хочу пить Хочу пить, но могу потерпеть и так далее Поэтому нужно знать и понимать, что Сразу сюда Что наш организм не доносит нам вовремя информацию, которая нужна Продолжение следует... Продолжение следует...